Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Царств», и сегодня будем читать 17 главу этой книги. «И сказал Ахитофел, Авесолому, выберу я 12 тысяч человек и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен, и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, когда не будет одного душу, которого ты имеешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авесолому и всем старейшинам Израилю. «Поражу пастыря и рассею овец». Это стратегия дьявола, она давно известна. Под прицелом каждого прихода всегда находится со стороны сил зла настоятель. Под прицелом в каждой епархии со стороны сил зла епископ находится под прицелом. Под прицелом со стороны сил зла в рамках патриархата или метрополии, метрополит и патриарх. Стратегия дьявола не меняется с древних времен поразить пастыря и рассеять овец. И вот этот совет этого преступного человека, Ахитофелла, это как бы голос самого дьявола, который всегда хочет выстроить свою иерархию ценностей и разрушить тот порядок, при котором только возможно духовное единство. Почему осуществляется слив информации? Почему в планетарном масштабе мы слышим скандалы, связанные с кинорежиссерами, с кинопродюсерами, с президентами, с руководителями корпораций, с сослужителями церкви, католической, православной, протестантской, скандалы в научном мире, в научном сообществе. Все делается с одной целью – расчистить площадку для одной личности, которую устроит всех. Этой личностью будет Антихрист. Но для того, чтобы расчистить площадку, надо уничтожить всех тех, которые препятствуют Антихристу воцариться. И в таком аллегорическом прочтении Ахатафелла – это образ Антихриста. А Хитафелл с его дьявольскими советами – это сам дьявол, который руководит им, его восстанием против Давида. А Хусий, который хочет расстроить совет Ахатафелла – это христиане последних времен, которых будет немного. Их будет очень мало, но они сумеют каким-то удивительным образом расстроить коварные замыслы последних дней силой побеждающего Христа, который придет и убьет Антихриста, дыханием уст своих. «И сказал Ависсалом, позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий, а это человек Давида, к Ависсалому и сказал ему Ависсалом, говоря, вот что говорит Ахатафелл, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты. То есть, если ты не согласен с этим, а с чем ты согласен? И сказал Хусий Ависсалому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахатафелл. Хусий говорит очень мудро. Он как бы признает, что советы Ахатафелла – это очень такие серьезные советы. А вот в этом случае Ахатафелл немножко ошибся. И продолжал Хусий. «Ты знаешь твоего отца и людей его? Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И как вепрь свирепый на поле. И отец твой, человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Ависсаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом». О чем здесь говорит Хусий? Он говорит о том, да, тебя поддерживают Ависсалом, но до первого поражения тебя поддерживают. Целью является Давид. Но ты думаешь, Давид спит прямо в воинском лагере? Он очень хитер. Он прячется в какой-нибудь пещере. А если люди бросятся на толпу и ночью будут искать Давида, и их перебьют люди Давида, от тебя начнут разбегаться. Далее Хусий говорит, очень обоснованно, «Ибо всему Израилю известно, как храбрый отец твой, и мужественно те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, то есть накопи силу, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним, то есть сами разбегутся перед таким войском. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авесолом и весь Израиль, «Совет Хусия Архитянина, а лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы нанести Господу бедствие на Авесолома. То есть если бы Авесолом послушался бы Ахитофела в этом случае, Давид был бы убит. И Господь дал мудрость этому Хусию, который выглядит как какой-то там перебежчик-коллаборационист, но очень умный при этом человек, и разрушается совет Ахитофела. Идеология дьявола окажется идеологией Змеюги, которая вцепится в свой собственный хвост и начнет пожирать сама себя. Зло обречено на это. Давайте посмотрим, какие объяснения есть на этот текст. Прежде всего, Блаженный Августин. Это его трактат о благодати и свободе воли. Это великое духовное произведение. Здесь Блаженный Августин пишет. «По этой причине Священное Писание говорит, так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу в бедстве на Ависалома». Совет Ахитофела понравился, потому что он был своевременным и служил цели Ависалома, ибо использовал его временное преимущество перед его отцом Давидом, против которого Ависалом поднял восстание, и он мог бы погубить Давида, когда бы Господь не разрушил совет Ахитофела, воздействием на сердце Ависалома. И оно отвергло сей «хороший совет», «хороший» в кавычках, «хороший совет» и предпочло совет Хусия. Хусий такой древний израильский штирлиц, который дает не те советы, послуживший тому, чтобы навести бедствие от Господа на Ависалома. И Иоанн Кассиан в своих собеседованиях пишет, что же сказать нам о благочестивом обмане Хусием Ависалома ради спасения царя Давида? О благочестивом обмане. Совет, хотя и был произнесен с добрым намерением обманщика, но угрожал благополучию вопрошавшего. Ависалом же тоже сын Давида. Кассиан пишет, оправдан тем не менее текстом Священного Писания, гласящего, так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Ависалома. «Ведь нельзя осудить то, что совершалось с праведным намерением и ради доброй цели, что замышлялось ради спасения и духовной победы человека, благочестие которого было угодно Богу, пусть и с помощью обмана». Давид был угоден Богу, и Господь использует даже военную хитрость, чтобы защитить Давида. Но разве Бог не простил Давида тогда, когда пророк Нафан обличил его? Мы же читали об этом, чтобы Бог его простил. Почему же последствия греха тянется так долго, вся жизнь Давида, его семьи, его народа, все перепутано, все осложнено до невозможного предела? Таким образом, Писание научает нас бегать греха. Грех, как я часто говорю, это не частное дело грешника. И сказал Хусий Садоку и Авиафару, священникам, это тоже люди, Давида, мы видим там, целая такая разведгруппа была, куратор Хусий, его помощники, так и так советовал Ахитофел Абвесолому и старейшинам Израилевым, и так и так посоветовал я, и теперь пошлите поскорее, скажите Давиду так, то есть скороходов, сыновей, рации-то не было там, передать по рации, вот, все нормально. «И теперь пошлите поскорее, скажите Давиду, так, не оставайся в эту ночь на равнине, в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые вместе с ним». И вот на этот шестнадцатый стих тоже есть рассуждение, мы его посмотрим. Это святитель Василий Великий, трактат на псалмы, здесь содержится похвала Хусию. Надписание седьмого псалма видимо несколько противоречит повествуемому в книгах царств, где написано о Давиде. Ибо там повествуется о Хусии, главном друге Давида, сыне Арахина, а здесь Хусии, сын Именния. Но не этот Хусий, никто другой из упомянутых там не есть сын Именния. Поэтому не зато ли он был назван сыном Именния, что проявлял великое мужество и доблесть, приходя под маской дружбы к Авесолому и разрушая замыслы Ахетафела, дающего советы, как муж опытнейший и знающий военные дела. Ибо сын Именния как бы сын карающий десницы Бога. Он сам, этот Хусий, карающий десницы. Ведь когда Ахетафел предлагал нисколько не отлагать дело, но немедленно напасть на отца, еще не готового к сражению, Хусий не допустил принять совет Ахетафела, чтобы навел Господь, как сказано, на Авесолома все зло. Он решил убедить их в пользе отсрочки и промедления, дабы дать время Давиду собраться силами. Тем самым он угодил и Авесолому, который сказал совет Хусия, Арахина, лучше совета Ахетафелова, между тем, через священников Садока и Авиафара, Хусия, известил Давида о расположениях Авесолома и повелел Давиду не оставаться на ночь в Арафофе, в пустыне, но поспешить с переходом. Теперь нам становится больше понятно, почему эти воины называются воины Господни. Господь принимает сам участие в этих войнах, своими советами, которые он дает в честь пророков и тем, как Господь руководит сердцами разных людей с той и с другой стороны, вводя в заблуждение одних и укрепляя сердца других. И мы читаем далее. Иоаннафан и Ахимас стояли у источника Ругель. И пошла служанка и рассказала им, и они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авесолому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим в дом одного человека, у которого на дворе был колодец и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодзя, покрывала и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметного. Что здесь происходит? Авесолом почувствовал, что какая-то информация утекает из дворца. И он послал следить за людьми, в том числе за Иннофаном и Ахимасом, которые несли вот эту весть, как надо поступить, чтобы Давид не погиб. И пришли рабы Авесолома к женщине в дом и сказали, где Ахимас и Иннофан? И сказала им женщина, они перешли вброд реку и искали они и не нашли и возвратились в Иерусалим. Ситуация очень напоминает ту, которая описывается в книге Иисуса сына Навина, когда Иерихонская блудница Раав прятала Саглядатаев. Искали они и не нашли и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофель. И встал Давид и все люди бывшие с ним и перешли Иордан к рассвету. Не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. То есть люди подчиняются советам Бога. Опять вспоминаю слова Александра Васильевича Суворова, который говорил «Господь Бог мой генерал». И Господь действительно руководит армией Давида. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его. То есть Ахитофел, этот образ дьявола, который наталкивает сына на отца, потерпел фиаско. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его. И оседлал осла и собрался и пошел в дом свой. Что значит собрался? Сел и написал завещание. «И пошел в дом свой поближе к гробнице, в город свой приготовил гробницу и сделал завещание дому своему». Это означает «собрался». «И удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». союз нечестивого Ахитофела разрушен. Как будет разрушен союз всех народов, всех племен и всех языков, которые будут восставать против Христа. И давайте посмотрим текст второго псалма царя Давида, где говорится о том, как Христос одолеет армию антихриста. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника, то есть Христа его». А как они совещаются, эти нечестивые князья, во Дне Антихриста? Они говорят «Расторгнем узы их, то есть свергнем с себя законы Бога Отца и Бога Сына, откажемся от Моисеева закона и от евангельских заповедей, и свергнем себя ковы их, то есть любые нравственные ограничения, откажемся от них. Здесь их речь заканчивается, и Давид пророчествует «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом святую горою моею, возвещу определение, «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дав народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника, и так вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом, и радуйтесь пред Ним с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блажены все уповающие на Него». Конец Ахитофелла, как и конец идеологии дьявола, все это будет бесславным. Зло погубит тех, которые силятся распространять его. Змей поживет сам себя. И пришел Давид в Маханаем. Слово Маханаем, мы помним, означает двойной полк. Имеется в виду, что когда Яков входил в землю обетованную, он видел две армии ангелов, два ангельских полка. Вот это название Маханаем, то есть Давид уже не один, с ним уже как минимум два ангельских полка. А Ависалом перешел Иордан, то есть готовится к битве против кого? Против того, с кем ангелы? Сам и весь Израиль с ним, а имеется в виду не Израиль, как воинство Божие, а как Израиль богоборца с ним, потому что смысл слова Израиль двойственный. Ависалом поставил Амессия вместо Иава на двойском, Амессия был сын одного человека по имени Иефера из Израэля, который вошел к Вегее, дочери Наса, сестре Саруи, матери Иава. И Израиль с Ависаломом расположился Станом в земле Галатской. Когда Давид пришел в Маханая, то Сови, сын Наса из Равы, Аманицкой, Махир, сын Амила из Лодавара и Верзелей, глалалитянин из Раглима, принесли десять приготовленных постелей, десять блюд глиняных сосудов и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чевицы, и жареных зерен, и меда, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним в пищу, ибо говорили они, народ голоден, утомлен и терпел жажду. Мы видим, что войны выигрываются не только на полях сражения, победа, она еще куется и в тылу. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем говорить о битве между сторонниками Давида и сторонниками Авесолома, как бы два формата Израиля, Израиль как воин божий, можно так понять это слово, и Израиль как богоборец встретится, но ангельские полки маханаем уже на стороне царя Давида. Абсолютно. Продолжение следует...